Последние годы я работаю в туризме, поэтому могу сказать только за себя, что я считаю, что развитие туризма это тоже важная тема, хотя и все остальные тоже не говорю проблемы, что отходят на второй план, но если будут развивать туризм, я думаю, что Адыгей может выйти на новый уровень жизни, люди, которые живут здесь. Во-первых, первые полгода 2020 года закрыты были все в основном базы отдыха, потому что прекратили поездки, но во второй половине года стали, например, нашу республику чаще посещать, наши же жители России, и увеличился объем туристов, которые сюда приезжают, намного больше их стало. То есть они за это время, границы закрыты, они посещают, чаще посещают нашу республику. У нас гиды работают хорошо, в принципе, все нормально, но если лично у меня, если приезжают много туристов, я стараюсь больше дать информации, не только рассказать, как делается все, ведется это, но и подарить частичку нашей республики, чтобы они были довольны, и еще хотя бы раз вернулись к нам в республику. Ну что сказать, адыгейский сыр действительно вкусный, тут ничего не попишешь. Гастротуризм в Адыгее у вас много. Ну что сказать в целом, конечно, в самом Майкопе достопримечательностей и мест интересного для посещения маловато, но вот по природе вокруг поездить, конечно, можно и нужно. Воздух, горы, сыр. Вот это Адыгея. Адыгея.